Здравствуйте! С вами Ольга и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви! И сегодня я хочу с вами поговорить о детях, о всех детях, но ещё, конечно, детей, которые в Италии, когда они рождаются и как они растят своих детишек. И вот сейчас я возле парка, который коммунальный практически, и здесь этот парк бесплатный. Короче, начнём с того, когда рожают детей в Италии. В Италии 90% родителей уже старше 45 лет, потому что они хотят сначала насладиться типа жизнью, устроить себе уют, купить дом, заработать какие-то деньги, чтобы уже когда родился ребёнок, всё можно спокойно ему оплатить. И если кто-то работает, можно даже ребёнка здесь сдать в ясельке, который с двух месяцев. У нас в России такого нет, здесь ещё такое есть. То есть если кто-то работает. Но это в основном касается молодых, мамань и папань. Потому что 10% итальянца выражают в молодом возрасте. Но это 10%, я вам скажу. Остальные все за 45, и кто сам родить не может, пользуются, так сказать, пробирками. И когда они пройдут этот курс пробирочный в один год, со всеми уколами, медикаментами, и всё это дорого, потом им говорят, что можно одного ребёночка зачать искусственно, двоих и троих. То есть вероятность всегда есть мало, когда одного можно зачать. Поэтому и стоит это одинаково. Это мне рассказала одна моя подруга, которая этим занималась. И поэтому можно оплодотворить одного, двух или трёх. И сколько там получится, столько получится. После года лечения. Поэтому все говорят, давай двух уже лепи или троих. Поэтому иногда можно в Италии встретить такую колясочку с тремя джемельными, близнецами, как они говорят, очень даже весело и красиво. Здесь их очень много, потому что если увидите двое, трое, четверо иногда ребёнка, это значит, они из пробирки. Но всё равно они вырастают, такие же хорошенькие детишки, и миленькие, и хорошенькие. И потом, когда они их родят, те, кто работает, конечно, они могут или в садик, или в ясельки, потому что оплата идёт в течение года в Италии по уходу за ребёнком. А потом можно идти на работу. Как я уже говорила, если молодые работают, то могут и с двух месяцев отдать ребёночка в ясельки, и продолжать это до тех пор, пока ребёнок не вырастет. Но все садики, все ясельки в Италии только до обеда работают. Пообедают, и всё, и забирай кто-нибудь. Так что вот такие дела. И хотела ещё отметить, что возле домов в Италии практически нет никаких игровых площадок для детей. Именно, может быть, потому что рождаются мало, и это занимает много места. Есть вот такие площадки, которые позади меня, но их очень мало. Это коммунальные, где можно бесплатно сходить с ребёночком и поиграть. Ну, в основном здесь это нет проблем, потому что родители все практически имеют машины, и на велосипеде здесь летом часто используют велосипед, с ребёнками посадишь, и в парк. И, пожалуйста, играй сколько угодно до обеда, потом обедаются, спят, и снова в этот парк или на море. Здесь, конечно, ещё и в Биоридже и море выручают. Поэтому с ребёнками пошёл на море с лопаточками и играй сколько хочешь, строй всякие там замки из песка. Ну, и ещё, конечно, помимо вот таких вот маленьких парков бесплатных для детей, где есть немножечко такие вот, как они говорят, джостры, там машинки, горки и так далее, есть ещё здесь вот у нас в Биоридже такой парк Пинета, кедровая аллея, где там очень много этих всяких аттракционов, которые платные. И там была бы охота ребёнком всяким играть, и батуты, и паровозики, и всё, что угодно. Я вам это потом покажу, потому что сегодня пока поехала, поснимала, мне это самой очень нравится. И когда там детки всякие с горок съезжают или на батутах прыгают, хочется и самой это сделать. Ну, и, конечно, дети здесь, так же, как и взрослые, вырастают без всяких комплексов. То есть, если взрослые без комплексов, то и дети тоже без комплексов. То есть, когда рождается ребёнок, сразу все и бабушки, и дедушки, и родители, кроме как его имени, как там его зовут, например, Виторию, все называют этого ребёнка Аморы, то есть, любовь моя и бабушки Аморы. Там, если кто-то что-то сделал, Аморы. Если там он плачет, и если там он что-то хочет, все Аморы, что ты хочешь. Ну, и ещё, конечно, считается, что ребёнок, когда маленький, он должен играть. И поэтому родители не желают деньги на его игры. И дни рождения детей отмечают где-нибудь тоже в каком-нибудь игровом центре, где всех детишек собирают, и у них там маленькие пироженки, маленькие такие эти, потатины. В общем, всё такое, что можно быстренько съесть, как шведский стол. Ну и, конечно, какие-нибудь вот что-нибудь, чтобы где-то поиграть. Ну, в общем, такое дело. Ребёнки рождаются, вырастают и идут вперёд из песней. Вот такая ситуация с ребёнками в Италии приблизительно. А я вам желаю счастья, здоровья, радости, любви. Ну, как я говорила, что этот парк коммунальный. Здесь кто-то там, как они говорят, сочи так, какие-то люди занимаются облагоустройством этого парка. Ну, и подметают здесь, и убирают. Какие-то мамы, папы тоже помогают этим заниматься. Ну, этот парк практически бесплатный. Ну, какую-то, как они говорят, можно оферту сделать вот в эту организацию, которая этим занимается. Какие-то денежки можно и там дать. Потому что если дети сюда ходят, это, конечно, нужно убирать, нужно всё это подметать, ремонтировать. Всякие вот эти вот машинки, горки и так далее. То есть для этого денежки нужны. Ну, люди помогают. А это мы находимся в Пинете. Здесь у нас такой парк Пинета, который называется Пинета, потому что пины, кедры. И здесь очень много всяких различных аттракционов. Здесь вот такие горки мы видим, такие хорошие. Ну, и всякие такие маленькие лошадки, на которых можно поскакать и нужно купить жетон. Это всё, конечно, платное. Но оно есть. И много этих аттракционов очень хорошо, потому что в Пинете постоянно прохладно. Вот ещё здесь можно взять велосипеды в прокаты. Любые. И для ребёнка. И семейные такие вот большие. С которыми можно прокатиться по всему парку и посмотреть, где что. А здесь можно покататься на машинках. Очень интересно. И всякие разные вот такие качельки. Качельки бесплатно. А на машинках нужно платить. Ну, ещё можно половить всякие, как они говорят, рыбку. И какой-нибудь приз выловить. Это занималась моя подруга. Мне тоже очень этот понравился. Ну, и, конечно, ещё раз показываю. Велосипеды, конечно, это чудо. Маленькие, разные. Можно ногами крутить, можно руками. Какие угодно. Короче, всякие разные-разные-разные велосипеды и аттракционы. Здесь батуты. Батуты я обожаю. Я бы хотела сама на них попрыгать. Но там в зависимости от возраста и от килограммов. А здесь такие вот именно машинки, которые называются камоны. Надутые. То есть даже если ударишься, ничего не случится. И это тоже очень весело. Вот сейчас эта девочка такая отважная, которая ничего не боится. И она спокойно на них крутится, куда хочешь туда ездить. Ну, это тоже всё. Это платное. Но родители, конечно, это могут позволить. Потому что для детей это ничего не жалко. И дети должны развиваться. И дети должны именно играть. И ещё здесь, конечно, это для более маленьких, как они говорят, тренино-паровозик. Паровозик, который более у нас тут активный. Потому что на паровозике могут прокатиться много-много сразу народа. И маманьки могут спокойненько отдохнуть. Посидеть на скамеечках и подождать, пока ребёнки приедут наконец-то из своего замечательного путешествия. Так и паровозик, который приезжает на станцию Виарейджо. Конечно, гордость такая, когда детки проедутся на паровозике и приезжают обратно к родителям. Какое это счастье! Какая это радость! И главное, что это всё в тенёчке. Солнышко не печёт, потому что сейчас лето и очень жарко. Вот он приезжает в паровозик, дудит в дудку. И родители встречают своих детей на станции Виарейджо. Какое это счастье! Какая это радость! И ещё мне нравятся вот такие вот круги. Это как бассейн такой. В этот круг могут залезать и дети, и взрослые. И хорошо, что есть дырочка, потому что нет клаустрофобии. Для детей поменьше, конечно, эти круги. Для взрослых побольше. Но в эти круги могут залазить все, не только дети. Родители, конечно, тоже залазят с наслаждением. Ну и всякие разные вот такие вот аттракционы, которые тоже для маленьких детей. Родители спокойненько вам наслаждаются, покуривают маманьки. А внутри дети развлекаются кто как может. Очень это весело и хорошо. Потому что главное, что здесь вот прохладно, прохладно. Такое это счастье, когда прохлада. И дети могут наслазиться, и ребёнки, в смысле ребёнки могут наслазиться, а мамы спокойненько посидеть, отдохнуть. Это очень-очень здорово. Ну и вот такие вот маленькие аттракциончики, такие вот машинки, которые тоже на жетонах работают. Их тут очень много. А здесь есть вот такой зал, где всякие-всякие такие игровые автоматы. Это интересно не только для детей, но и для взрослых. Потому что игровые автоматы всегда пользуются успехом. И у детей, и у взрослых. Это тут уже мять-мять. Ну вот такие вот для детей. Ну хотя папаньки там тоже сидят. А этот вот ещё один парк. Виориджи коммунальный, который для детей. Вот парк Адебамбини. Но я думаю, что его сейчас облагоустраивает. Потому что здесь всё разбросано. Но он потом будет хороший, красивый. Здесь тоже это всё бесплатно. То есть это коммуна занимается этим парком. Они вот его сейчас опять восстановят. И он будет снова красивый и будет принимать детей бесплатно. То есть здесь никаких жетонов платить не нужно. Работает он целый день, аж до 8 часов вечера. А здесь наше знаменитое озеро Тичини. Как они говорят, озеро Лебединое озеро. Вот такие вот рисунки. Дети здесь оставляют, что они очень благодарны этим лебедям. Не только говорят, что Лебединое озеро. А здесь и утки, и черепахи, и все-все-все-всякие животные. Вот оно какое красивое. Всё это благоустроено. И здесь тоже люди, которые этим занимаются. Как волонтериаты, которые совершенно бесплатно всем этим занимаются. Приносят сюда вот салат, листья салата и для лебедей, и для уток. Много таких вот круп, которые для голубей и для других животных. Для черепах отдельная еда. Я как-то попробовала принести хлеб сухой. Меня оттуда выгнали. Сказали, что ещё раз принесёшь, а штрафуют. И вот один лебедь решил пообедать. Вот он салат ест. А ещё два других. Они занимаются своим развлечением. Ныряют там, чистят себе пёрышки. Наслаждаются своим. А этот ест. Кто как один ест, а остальные все наслаждаются просто жизнью. Купаются, чистят пёрышки. Я обожаю это озеро. И не только я. Все люди очень любят это озеро. И фотографируются. И смотрят на лебедей, на уток, на черепах. Почему-то сегодня они все попрятались. Я не знала, где их найти. Но это вообще зрелище. В следующий раз обязательно покажу. Но вот ещё раз хочу показать лебедей. Потому что они очень красивые. И они как-то в благородии от них исходят.